может быть мы с тобой помолимся за то чтобы люди получили какое-то водительство духа сейчас для своей жизни для своих финансов чтобы они могли сделать жертву чтобы они могли посеять да это очень круто я предлагаю тебе помолить у халилюя дух святой покажи эту тайну это таинство жертвы у чизос ты есть жертва твой характер это жертва твой характер это любовь отдающая себя другом без остатка ты постоянно отдаешь ты ни в чем не нуждаешься ты ничего с нас не требуешь ты только отдаешь это твой характер это твоя суть иисус и ты делишься с нами этим характером посредством святого духа и посредством слова твоего который ты говоришь к нам лично веди нас веди нас даяние и мы открываем свое сердце сейчас для тебя дух святой пусть не оскудеет рука дающего пусть никогда этот без денег нету никогда не перейдет дорогу пусть никогда он не остановит детей божьих в щедрости в даянии в жертвенности пусть он не остановит их отец пусть течет твоя благодать мы ничего не можем делать без тебя тем более жертвовать мы заземляемся отец очень быстро но когда сходит твоя слава несмотря на усталость несмотря на разочарование несмотря на то что есть даже нужды мы становимся жертвенными как ты и мне так это нравится господь мне так нравится это когда это проявляется в нас это черты характера сына пусть твой сын откроется через жертву через даяние дух святой касайся каждого каждого сейчас то в эфире каждого кто будет смотреть трансляцию позже у производи эту работу я верю что огромные благословения уже в пути эти деньги они уже идут халлилюя эти верблюды груженные золотом они вышли эти драмадеры из медиама и эфа груженные золотом и ладаном они уже движутся и твои великие благословения они уже на подходе и мы можем слышать внутри себя этот призыв твой быть щедрыми и мы ожидаем господь огромное финансовое благословение халлилюя сверхъестественное благословение отец пусть приходит сверхъестественно деньги пусть приходит водительство куда их можно вложить даже в кризис халлилюя что делать в той или иной ситуации пусть придет персональное личное индивидуальное водительство пусть уши они будут открытыми халлилюя халлилюя друзья хочу еще просто несколько минут помолиться еще именно о том чтобы мы научились слышать я знаю что когда господь говорит к нам чтобы мы что-то отдали мы иногда бываем глухими этим мы начинаем так вот что папа отец что эта связь пропала и мы становимся глухими но если ты не глух когда бог касается твоего сердца чтобы ты послужил чтобы ты расстался с чем-то даже тебе дорогим это всегда будет идти поперек твоих планов друзья но это так это всегда будет не в жилу и не вовремя но если ты чувствуешь что это дух святой не обманывай себя когда бог призывает тебя жертве значит он хочет сильно тебя благословить амен и лучше послушаться это высвобождает духовном мире то что раздвигает там амен и начинает что-то двигаться это реально начинает происходить и потом бог бау говорит тебе слово и ты четко понимаешь надо пойти и забросить удочку на реке безумие но это работает вот это безумие работает почему она работает потому что это делает дух святой не потому что у нас много нужд поймите он не просто отвечает на нужды если бы он просто отвечал на нужды все были бы миллионерами сегодня нужды в мире вот так но он не просто отвечает на нужды он Он отвечает по вере, и Он отвечает на характер Сына. Даяние и жертва – это характер Сына в нас. И когда Сын открывается, вау, Дух Святой начинает двигаться. Он подтверждает каждое слово, и Он этим возвеличивает Иисуса Христа. И нам нужно научиться слышать Бога, когда Он нам говорит «Отдай». И тогда, внимание, друзья, и тогда, когда Бог тебе скажет «Где взять?», ты его также услышишь. Но если ты проигнорируешь его голос и будешь строить из себя, ну, не буду говорить кого, ну, просто так вот затупишь, скажешь «Бог, что-то не слышу». И потом однажды Он проговорит тебе «Где взять?», но ты не сможешь его услышать. Супержмоты и скупердяи Царство Божие не наследуют. Но когда мы становимся щедрыми, это прежде всего, это проявление Святого Духа в нас. Это Дух богатства. Это Дух изобилия. Ты становишься щедрым до безумия, когда у тебя нет ничего. И мы проходили это. Я знаю, что у вас это, у кого-то, возможно, было, у кого-то нет. Вам нужно испытать Бога через это. Амин. И пусть это будет по водительству. Я хочу еще помолиться несколько минут буквально, чтобы мы слышали Бога, когда Он нам ложит на сердце что-то отдать. Чтобы мы не отвращивались от Него, как Адам. Чтобы мы не прятались от Него. А вышли навстречу и были смелыми. Бог любит смелых. Амин. И Он благословляет смелых людей, которые делают что-то по вере. Амин. Господь, во имя Иисуса, помашь наши уши, помашь наши глаза, чтобы могли слышать и видеть, когда ты обращаешься к нам. Мы смиряемся сейчас перед тобой. Мы смиряемся. Говори к нам. Говори ко всем нам, Господь. Я знаю, что ты хочешь делать великие вещи. И у тебя есть огромные деньги, которые ты готов высвободить. И ты уже начинаешь их высвобождать. Аллилуйя. И пусть это течет. И дай нам слышать твой голос. Когда нужно будет двинуться, дай нам понимать, куда. Когда нужно будет что-то сделать, дай нам четко знать, что именно. Аллилуйя. Если нужно будет посеять, Господи, ты скажи, кому? Лично для меня важно только одно. Точно знать, что это ты мне сказал. Папа, пусть приходит это водительство. Абсолютное убеждение. И уверенность внутри, что это твое слово. И пусть эта благодать, она разобьет все твердыни. Пусть она будет сильна в наших немощах. Это наши немощи, когда мы прячем свои финансы, и мы не готовы жертвовать. И ты будь сильным в наших немощах, Иисус. Ты взял эти немощи также на крест. И пусть это жертвенное сердце открывается в каждом из детей Божьих. Халлилуйя. Спасибо тебе, Господь. Да, Отец, мы благодарим тебя за все чудеса, которые мы будем видеть, как результат этого теня, этой жертвы. Мы благодарим тебя за то, что эти финансы, они будут приходить из твоих источников. И для нас будет ясным видением и пониманием вот это чудо, это благословение, что это сработало именно твоя благодать и твое благословение в нашей жизни. Я прошу тебя, пусть через это даяние открываются перспективы для нас. Пусть не просто приходит финансовое воздаяние, но пусть точно так же приходят перспективы и видения о работе, о бизнесе. Пусть открывается какое-то видение на будущее. Пусть открывается пророческое слово во имя Иисуса Христа. Пусть чудеса с финансами, и они продолжаются. Мы благодарим тебя, Иисус, за то, что вот этот закон сения и жадко это встроенное благословение в Новый Завет. Это незаконическое служение при законе Моисея. Это то, что ты, Иисус, открыл. Это то, что ты явил. Это то, что записано в Новом Завете как практика первоапостольской церкви. И мы хотим в этом двигаться и возрастать. Мы хотим возрастать через это в доверии к тебе, Иисус. И мы хотим видеть эти плоды. Мы хотим видеть, как каждое посеянное семя приносит результаты благословения во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Друзья, чудеса с финансами такие же реальные, как и любые другие чудеса. И вчера мы молились за исцеление, вчера мы молились за различные освобождения. И мне потом писали, несколько человек мне потом написали свидетельство. Спасибо, кстати, что вы ими делитесь. И мы надеемся, что точно так же будут сегодня свидетельства. Мы будем молиться за чудеса с деньгами. Аминь. Будем молиться за чудеса сверхъестественного появления денег. Мы сделаем это чуть позже, после перерыва. И я вас прошу, пожалуйста, делитесь вашими свидетельствами, делитесь тем, что Бог делает в вашей жизни. Это так важно для нас и для Иисуса, чтобы Он был прославлен. Аллилуйя. Присылай свои молитвенные просьбы и свидетельства. Мы верим, что ты готов к духовному прорыву. Позволь Господу благословить твою жизнь.